Затем нас привезли в аналитическую компанию города Остина, где сотрудники этой компании, всем их было человек, каждый рассказал о своем направлении в работе. Это тоже очень интересно. Они рассказывали прежде всего об использовании альтернативной энергии. Вы, наверное, слышали, недавно в Запорожской области построена одна из крупнейших, на Украине если не крупнейшая, станция ветровой энергии. В Штатах, особенно в Техасе, этим никого не удивишь, там много солнца. И мы видели дома, и у них в Остине все школы, все больницы покрыты солнечными батареями. То есть эти учреждения городские, они все получают энергию не от сжигания угля, который загрязняет атмосферу, нет использования газа и каких-то других видов топлива, а от возобновляемых видов энергии. Это ветер, это вода и это солнце. И вот они, спокойные, уверенные в себе люди, рассказывали нам, как это реально в цифрах по масштабу города с полуторамиллионным населением. Цифра, конечно, потрясала. В одной из семей, где жила наша группа, у девушки, студентки, преподавателя из местного университета, был электромобиль. То есть у нее машина ездила на электричестве. По всему Остину, благодаря этой компании, стоят зарядные комплексы. Ты подъезжаешь, подключаешься, и тебя заправляют не бензином, невозобновляемым видом топлива, а электрической энергией. А вы создаете вообще? Да, да, там это все очень интересным центром для нас, особенно для меня, как для учителя, оказался вот этот. Американские молодежные работы. Я для себя просто была поражена. Он убивает одновременно трех зайцев, потому что в этом центре получают образование те дети, которые бросили школу. В Америке эта проблема есть. Вот им по 18, по 19, у каждой третьей мамаша уже ребенок. Она приходит, вот мимо нас ходили студентки с детьми, здесь же садик. И они по индивидуальным программам учат то, что недоучили в школе. То есть ребенок выходит, у него в руках аттестат. Второе. Ребенок выходит, у него в руках профессия. То есть он выходит в этот мир уже подготовленный. И чаще всего им даются те профессии, которые как-то связаны с благоустройством и экологией. То есть третий заяц, это экологическое воспитание. Вот видите фотографии? Вот эти ступеньки в местном парке из камня вытесывали ребята, которые чуть больше, чем вам. Им за это платят. А вот эта интересная штучка, это их достижение. Очень хорошая идея для школы, обратите внимание. Однажды они взяли на стене, нарисовали контуры дерева. И один из преподавателей вырезал листик и написал. Да, я сегодня достиг такого-то. И приклеиваю. Теперь посмотрите. Студенты, преподаватели. Кто-то сдал экзамен. Кто-то перешел в следующий класс. Кто-то отказался от наркотиков. Кто-то еще что-то. И они все время свои достижения вешают на это дерево. И смотрят на достижения других. И это заставляет их действовать и преодолевать трудности. Следующий кадр. Еще одна интересная фишка, это насколько оборудованы эти лаборатории, классные комнаты и все остальное. То есть у них есть возможность практически руками изучать физику, химию и все остальное. Дальше. А вот эта загадочная конструкция, мы остановили нашего экскурсовода и попросили объяснить, что. Она показывает, как интересно идет иногда судьба людей. Как она заходит тебя в тупик, и тебе кажется, что выхода нет. Как у многих из этих детей, где пили родители, где они торговали наркотиками в детстве на улице, где ранние беременности и браки. Им казалось, что вот, жизнь закончилась, ты в тупике. Но учитель, который это придумал, показал, что у него была такая же ситуация. Но он повернул в другую сторону, вышел из этого тупика. И дальше, дальше, дальше идет, идет. Жизнь это сплошные повороты. Где-то это паузы, но нигде нельзя опускать руки. И вот эта сегодня схемка, к ней подключились ученики этой школы. Но, к сожалению, не разрешали их фотографировать. В Америке с этим очень скоро. Там без разрешения человека, родителя, невозможно не притронуться. И дай бог, к ребенку, у нас там была ситуация, сидела мамаша в колясочке ребенок, у него падает ботиночек. Бросается нормальный, да славянский, хорошо воспитанный человек, поднимать эту ботишечку, ребенку одевать. И все так хором, стой, не трогай, потому что берется телефон вот так, если ты касаешься к чужому ребенку. И вызывается полиция тоже. Поэтому без разрешения мы не фотографировали. Но я когда зашла и увидела лица этих детей, знаете, если это неблагополучная Америка, то благословенная страна. Они все какие-то светлые, умные глазки, нас все слушали, нам все хлопали. Все проявляли внимание и уважение, потому что в Америке это культ уважения к другой личности. И мы это видели даже вот в таких организациях, где работают с проблемными детьми. Дальше. Техасская компания «Загружающий мир», я хочу посмотреть на возраст ее работников, да. Это молодежь, которая ходит от дома к дом. Основная ее функция – это сбор средств для экологических программ. То есть их специально обучают, как разговаривать с людьми, чтобы вам захотелось достать чековую книжку или кошелек и отдать деньги. Здесь нет момента, а донесет ли он их. Здесь люди настолько доверяют друг другу и настолько с уважением относятся к проблемам экологии, что их просто выслушивают, дают им деньги. И они за год называли нам суммы, которые им удается собрать. Это не моверность. Но меня поразило не это. Я долго терпела, но потом я все-таки задала через переводчика вопрос. Я спросила, ребята, у меня один вопрос присутствующий. Что вы здесь делаете? Народ так нервно посмеялся. Одна девушка подняла руку и сказала, я хожу в эту организацию. Первое. Потому что я хочу делать что-то реально важное. Важное для своей общины, своей страны, для всего человечества, всей планеты. Я хожу в эту организацию, потому что я чувствую свой внутренний рост. Как я изменяюсь, как я становлюсь лучше, как я развиваюсь как личность. И я хожу в эту организацию, потому что мне нравится общение с этими людьми. Ну что я сказала, удивительно. А вот у меня народ ходит только в компьютерные игры, сидит в основном на сноутбуках. Они посмеялись и сказали, у нас тоже такие есть, но мы к ним не принадлежим. Дальше. Посмотрите просто на лица этих ребят. То есть американцы очень открытая нация, очень улыбающая, если очень доброжелательная. Вот так вот где-то финальный кадр выглядел в нашей встрече с этой организацией. Дальше. Экологическое движение это вообще уникальное явление, которое можно объяснить только с позиции американцев. Нас привезли небольшая площадка, стоят контейнеры, подешивают машины одна за другой, простые жители Остина привозят мусор. У них мусорный бак, в принципе, стоит во дворе, да, именно на ближайшей дороге. Но они тратят время, бензин, да, приезжают для того, чтобы коричневую бутылочку кинуть в бак с коричневыми бутылочками, с зеленым к зеленым, с синюю к синему, батарейки положить в отдельный коробок. То есть раздельный сбор мусора для них, это как бы общественный долг. И они на это тратят время. Вот этот мальчик, он помладывал уже меня, это хозяин этого кооператива. Да, они потом все это перерабатывают. И продают это все вторсырье, зарабатывая на этом деньги. Небольшие, но деньги. Смотрите, можно мне глаза удалить? Рабочее место созданное, да? Проблема мусора решена, решена, да? Вторсырье, оно же втор называется, почему? Потому что из него можно сделать новую бумагу, картон и так далее. Даже загрязнения окружающей природы нет. Поэтому, казалось бы, подумаешь, смешной кооператив. А какие великие функции он выполняет в жизни этой общины? Дальше. Лагерь зеленых стюартов. Это тоже ближе нам к педагогам. Эта организация расположена прямо рядом с школой. Интересно, что у них школы раздельные. В чем они разделены? Отдельно начальная, отдельно школа средняя, отдельно старшая. То есть стараются не давать перемешиваться детям разных возрастов. Вот рядом со средней школой стоит такое здание. Вокруг него огород, сад, питомник. И детки после школы или на каникулах, мы попали как раз на каникулы, они приходят туда и с ними занимаются именно экологическим образованием. Вот интересная штука. Кто догадается, что это? Низуарно. Никогда. Местность, она сделана объемной, рельефной. Вот она показывает, как любая опасная жидкость рано или поздно попадает в местную речку. Она берет, капает цветную жидкость где-то в стороне, например, в дом на холме. И показывает, как по желобкам в ближайшую речку рано или поздно попадет этот бензин и так дальше и тому подобное. Мы попросили разрешения и нам разрешили последить за работой этой группы. Дальше мы уже. Вот группа американских школьников. Посмотрите, разновозрастные детки. Мы за ними идем, фотографируем издалека и смотрим, что делается. Они идут в ближайшие речки. Рядом с ними идет преподаватель и периодически их останавливает. Дети, какую птичку мы сейчас увидели? Дети отвечают, вот эти дети совершенно маленькие. Какое насекомое мы пронаблюдали? Ага, дети, а где вы видите грубое нарушение правил охраны окружающей среды? Я кручу головой, не могу понять, где они это видят. И тут до меня доходит, стоит дядечка, моет машину тряпкой, да? И вот эту вот воду он сливает где-то рядом с домом. Дети, ааа, дядечка, ну лучше. Они дошли до речки, мы за ними с вот такими глазами дошли. И сели возле речки. Им рассказали, какие животные обитают, какие здесь виды зависят от этой речки. Как важно, чтобы она не пересыхала. А в Техасе проблема с водой питьевой это постоянно. И тут дети увидели черепаху. Мы увидели этот взрыв эмоций. Им рассказали, показали. Дальше им выдали перчаточки. Такие щипчики, не касаясь рукой, битого стекла. И дети пошли убирать территорию вокруг. Собрали мусор и друженька удалились назад в центр. То есть теоретические знания по экологии, тут же практическая деятельность. Дальше. Речная стража работает похуже, но не совсем так. После уроков учеников, которые выросли согласие в ней заниматься, приезжают в микроавтобус, забирают. Чаще всего это дети из неблагополучных семей, которым дела нет, чем дети заняты. После школы. И привозят сюда. Здесь с ними делают уроки, обратите внимание. И попутно они занимаются анализом состояния воды в ближайших водоемах. У них есть оборудование. Они берут пробу воды. Химия, биология. Какие науки здесь еще мы видим? На практике. Экология. И все это привело к тому, что на основании их исследований в Остине запретили продавать порошки, которые содержат фосфаты. Фосфаты ответственны за кучу экологических проблем. Из-за них цветет вода в реках. Большинство порошков, которыми мамы стирают белье, сливаются в канализацию, попадают в ближайшие реки, а дальше вы уже с питьевой водой все это получаете. Я надеюсь, все знают, что Запорожье берет питьевую воду из речки Днепр. Да? Один из немногих городов по Украине. Смотрите, они заняты после уроков, они заняты полезным делом. Вот ребята, которые стоят рядом, вот это два ученых взрослых, а рядом девочка. Это выпускница этого центра, которая решила продолжить эту деятельность уже, когда стала взрослым человеком. Вот примерно так выглядели вот эти наши заседания. Продолжение следует...